Отопительный сезон закончился, проблемы остались. Горожане задолжали тресту теплофикации около полутора миллиардов рублей. Взыскивать деньги с неплательщиков предприятие вынуждено через суд. О долгах, растущих тарифах и подготовке к зимнему сезону говорили сегодня на пресс-конференции в администрации города. Когда и на сколько увеличится плата за тепло, расскажет Ольга Сухоплюева. Отопительный сезон в городе закончился. Он длился 218 дней. Из них самый холодный – 5 января. По данным теплофикации за окном было минус 26 градусов. Казалось бы, до зимы еще далеко, однако к морозам сотрудники предприятия уже начали готовиться. В правобережном районе испытания прошли 97 километров сетей. Выявлено 18 повреждений, из них 13 уже устранили. Подняли на встрече и больной вопрос увеличения тарифов. Магнитогорцы обеспокоены, что рост может составить 18%. Это не так. Тарифы утверждены на этот год с 1 июля. Они расположены на официальных сайтах и так далее, что и как на министерстве тарифного регулирования, так и на сайте теплофикации. Рост с 1 июля для населения составит 1,7%. Растет для прочих лиц на 1,99%. Растут не только тарифы, но и долги. В настоящее время население задолжало теплофикации более миллиарда рублей. Половина неплательщиков управляющей компанией. Впрочем, неохотно платят горожане не только за тепло. Рост задолженности за 4 месяца 2019 года составил 32%. Получается рост за жилищные услуги, то есть содержание и ремонт на почти 7%. За задолженность, рост задолженности за холодное водоснабжение и водоотведение 35%. За теплоснабжение рост 35%. Задолженность за предоставленную услугу по электроснабжению 3,5%. За вывоз мусора 14,5%. Итого 33,5%. Одна из причин несвоевременной оплаты путаница с квитанциями некоторым жителям приходит сразу по две. Все из-за того, что управляющие компании не могут определиться, кому какой дом принадлежит. Выход – переход на прямые договоры. Об изменениях потребители обязательно должны оповестить. В частности, с 1 июня 2019 года труда 43 с Магрео переходит у нас на прямые договоры. То есть жители призывают платить только по квитанции водоканала. А с 1 июня у нас на прямые договоры переходит 50 лет магнитки 32. То есть если квитанции придут с управляющей компанией, водоканал будет взыскан в судебном порядке. Взыщут из горожан, которые не желают платить за услуги ЖКХ. Так, только теплофикация в месяц подает в суд по 750 обращений.